и добрый день добрый вечер уважаемые товарищи и зрители которые учат французский язык давно я не делал уроки по французскому языку по моему уже пару лет последний раз по моему был урок по итальянскому в этот раз я сделал набросок того что я хочу сказать потому что каждый раз я забываю даже здесь я по моему забыл сразу скажу я в уровнях не разбираюсь там b1 дельфи мельфи и тому подобное первая часть будет для того что вы сможете даже во время экзамена показать то что вы знаете а дальше уже будет кое-что то то что может пригодиться вам знать но ни в коем случае не говорить на экзамене хотя я не знаю но с моей стороны с моей точки зрения это было бы так хорошо ладно приступаем ретисан быть скептически настроенным ретисан ретисанс скептицизм сомнения ретисанс пример les présentations du directeur sur le nouveau projet je trouve debitatif и je suis assez reticent à ce sujet презентации директора по новому проекту мне кажется сомнительными и я достаточно скептически настроен по этому вопросу показать где раки зимуют монтре до кельба со шоффе пример les concurrents nous ont lancé un défi on va leur montrer de quel bois on se show конкуренты бросили нам вызов мы покажем им где раки зимуют c'est méfier de l'okidoch в тихом омуде черти водятся пример l'accusé méné une vie tranquille il faut c'est méfier de l'okidoch abénéme vio спокойную жизнь но в тихом омуде черти водятся ну а теперь несколько выражений которые вы можете слышать вокруг вас или в кино и также одно выражение которое уже почти что не используется но если вот во время экзамена вы будете сдавать экзамен если у вас вопрос будет какое у вас хобби вы можете дать ответ на вопрос следующим образом допустим у вас спрашивают кери вот халуазиев что у вас за хобби вы можете ответить на этот вопрос mon violon d'angre est la chasse моё хобби охота violon d'angre mon violon d'angre и поверьте мне это очень впечатлит учителей дальше переходим к простым разговорным вещам к примеру к денежным этим измерениям как вы знаете в каждом языке есть суммы определенные единицы измерения которые есть официально допустим доллар бакс и тому подобное во франции то же самое есть есть некоторые вещи которые с приходом евро почти умерли допустим миллион франков это был батон один батон миллион франков в евро же уже его не используют но название единицы как допустим вместо того что сказать у тебя есть там 5 евро никто не говорит так евро а говорят баль тассань баль тебя есть 5 как вот найти эквивалент на русском языке может быть деревянный один деревянный 2 я не помню как называется на русском языке по-моему даже там такого нету на русском языке но на французском языке а унбаль это один евро также можно сказать буль допустим 10 тысяч это уже инбрик брик означает что 10 тысяч евро или инпатад то же самое или не брик инпатад вы потат допустим сон потат это миллион или дибрик 100 тысяч можно допустим также сказать вы хотите за вашу машину 10 тысяч евро но она не стоит больше чем 5 тысяч вначале мы ставим брик что сразу ясно какую сумму говорится а потом уже в своем этом предлагается уже потому что 5000 такого нету слова на определенного и дальше суммах когда говорят допустим полторы тысячи евро в разговоре вы можете услышать мельсанг то есть тысяча пять мельдю 1200 но на тысячу сто во всех комбинациях где есть стол надо говорить что потому что такое не проходит мельдю 1200 где мельсанг 10500 там уже ясно на чем идет речь что цифра которая ставится это сотни но если вы уже идете на миллион а может скажете миллион санг это означает миллион плюс еще половина миллиона вот эту штуку запомните и все и потом у вас уже будет все нормально и также еще выражение я не знаю можете ли вы его использовать или нет и как она будет рассматриваться на русском языке есть такое выражение сыграть в ящик на французском языке это выражение есть такое эквивалентно называется понюхать сосну почему сосну сосновый гроб все допустим мой сосед много курит и скоро он сыграет в ящик сейчас это все оставлю после моей болтовни в общем всего хорошего будьте внимательны и учите эти выражения особенно там где стоит все мефье кто уже продвинулся они понимают поймут как ставить его даже сразу не поймут то со временем тренируясь вы поймете как это слово сформируется и как его правильно использовать даже слова монхе до кельба все шо фе а когда дираки зимуют там тоже все шо фе но вы можете его использовать также в индивидуальной вещи допустим я вот покажу где ираки зимуют ему жевелью монтре до кельба же но шов понимаете она не буду загружать это короткий урок всем всего хорошего сейчас сразу же будут или вообще-то я оставлю в описании выражения последние которые дал также цифровые измерения всем всего хорошего и хорошего конечно выходного завтра начинается рабочая неделя закончена до дол до 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 Продолжение следует...